Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 2 мая. Я учу из своей книги «Драгоценные истины» из греческого языка. Наша тема сегодня — «Позвольте Богу вдохнуть в вас жизнь». «Позвольте Богу вдохнуть в вас жизнь». Мы будем читать из 2-го послания к Тимофею, 3-я глава, 16-й стих, где написано «Всё Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Сегодня я бы хотел уделить особое внимание слову «богодухновенность». «Всё Писание Богодухновенно». Греческое слово «теопнустос» — «богодухновенный», составное. «Теос» переводится «бог», «пнеума», «бог» и слово «пнеума», что значит «дух» или «дыхание». Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на слове «пнеума», потому что оно играет центральную роль в нашем сегодняшнем разговоре. Я хочу, чтобы вы послушали, что я пишу в книге. Слово «пнеума» описывает динамичное движение воздуха и передаётся глаголом «дуть», а также «дуть» в инструмент, чтобы он зазвучал. Также его можно отнести как «источать аромат». Ещё это слово может описывать проявления таких чувств и качеств, как гнев, храбрость, доброжелательность, благорасположение. И когда слово «пнеума» соединяется со словом «теос», «теос» — значит «бог», образуется слово «теопнустос» — «богодухновенный», как в этом стихе. Вместе эти слова означают нечто, во что Бог вдохнул своё дыхание. Богодухновенное. Слово «теопнустос» — «богодухновенный» — означает, что Бог вдохнул во что-то свою сущность. Как, например, музыкант дует в инструмент, чтобы он зазвучал. Люди, писавшие Божье Слово, стали своего рода инструментом Бога, и через них Он вдувал в Писание свои сущность, чувства и волю. Эти люди писали Божье Слово, а Бог дул в них, как музыкант дует в инструмент. Одно из значений слова «пнеума» — аромат, благоухание. Священное Писание передаёт и Божье благоухание. Я хочу объяснить, как это делал Бог. Если бы я взял надувной шарик, прижал его к губам и подул в него, этот шарик бы принял форму шара, потому что я вдохнул своё дыхание в него. То, что Бог вдохновлял определённых людей на написание ветхо- и новозаветных текстов Священного Писания, можно обрисовать так. Бог брал слова, прижимал их к своим губам и дул в них. И после этого слова обрели Божественную сущность, форму, и у нас появился Ветхий Завет и Новый Завет. Если надуть шарик и замотать его кончик ниточкой, что у меня будет в этом шарике? Если бы я надул этот шарик, то внутри этого шарика были бы мои молекулы. В некотором смысле я сам был бы в этом шарике. В Библии написано, что Бог вдохнул в Писание. Это значит, что Библия — это не просто книга, рассказывающая нам о Боге. Молекулы самого Бога находятся в Библии. Бог в Библии. Он вдохнул в неё своё дыхание. Он придал ей форму. Она содержит в себе Его музыку. Она содержит Его благоухание, вся сущность Бога в Божьем Слове. Вот почему вы должны посвятить себя изучению Библии. Потому что когда вы прилагаете свой ум к изучению Божьего Слова, вы начинаете понимать музыку небес. Вы начинаете ощущать аромат Бога, понимать, что Ему угодно. И по мере того, как вы изучаете Божье Слово, вы начинаете впитывать молекулы Бога. К сожалению, несмотря на то, что, скорее всего, у вас есть Библия в ванной, и на кухне, в машине, в гостиной, даже в спальне, вы не часто открываете её и не впитываете Божью жизнь, которая заключена в Библии. Это самая мощная вещь в вашей жизни. И, скорее всего, она имеется у вас в каждой комнате. Вы проходите мимо неё, смотрите на неё, даже говорите, «Мне нужно её почитать». Вы и представить себе не можете, какая сила содержится в Божьем Слове. Возьмите в руки Библию. Вместо того, чтобы оправдывать себя, почему вы её не читаете, возьмите Библию в руки. Пусть Бог вдохнёт, вдохнёт свою жизнь, свои молекулы, свою музыку, своё благоухание в вашу жизнь. Когда вы откроете Божье Слово, Божья жизнь из Библии перейдёт в ваше сердце. Слово Божье наделено силой изменить вашу жизнь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова